Можно ли купить недвижимость в Испании за 20 тысяч евро? Это можно сделать. И я для вас подготовил сразу несколько вариантов того, как это можно сделать. Если вы задумывались о покупке недвижимости, обязательно подпишитесь на наш канал. На канале очень много разных видео на тему того, что нужно знать перед покупкой недвижимости. Что обязательно нужно знать перед подкупкой недвижимости. Потому что есть очень-очень много камней, о которых обычный обыватель из другой страны, не испанец, он про них не знает. Даже некоторые испанцы, которые никогда не покупали недвижимость, они не знают о вот этих подводных камнях, которые существуют на рынке недвижимости. Поэтому обязательно подписывайтесь и смотрим. Первый вариант, он самый такой жесткий, самый опасный вариант. Потому что это вариант покупки недвижимости через аукционы. Чем этот вариант привлекателен и чем он опасен? Привлекательный вариант тем, что стоимость такой недвижимости гораздо-гораздо-гораздо ниже рынка. То есть там за копейки буквально можно купить нормальную недвижимость. Но опасность в том, что вы можете приобрести эту недвижимость с долгами. И вот эта сумма долгов, она может быть гораздо выше стоимости самой недвижимости. Второй вариант, это когда вы приобретаете банковскую недвижимость с акупосами или без акупосов. И ее можно приобретать через фонды, специальные фонды и через банки. Плюс в чем, что действительно там зачастую буквально бросовые цены на недвижимость. Минусы – это два больших на самом деле минуса. То, что, во-первых, вы покупаете это жилье, вы можете купить с окупасами, понадобится время для того, чтобы выселить окупасов из приобретенной вами недвижимости. И вторая проблема – это то, что банки и фонды очень досконально проверяют происхождение ваших денежных средств. Дабы потом на них государство не наложило огромных штрафов, они обязаны доскональнейшим образом проверить ваши денежные средства. Ну, а если ваши денежные средства завезены из-за рубежа, то, соответственно, и подход к ним будет еще более доскональный. Третий вариант покупки – это когда вы покупаете недвижимость у банка, который забирает недвижимость в счет погашения ипотеки, то есть у людей, которые не справились с ипотекой. Здесь какая может быть проблема? Проблема может быть такая, что, ну, представьте себе, человек платил-платил, платил-платил, в итоге в какой-то момент по тем или иным причинам он перестает платить, и в итоге банк у него забирает эту недвижимость за копейки. И вот этот человек может случиться такое, что он перейдет в статус окупаса, то есть он откажется съезжать с этой квартиры. А здесь какие дальнейшие шаги вас ждут? Вы должны будете подать в суд и далее уже судиться с этим человеком, чтобы он съехал, чтобы его высели. А это может быть и один, и два, и три года. Плюс статус самого вот этого дела может быть разным. Может быть недвижимость, когда человека уже выселили, а может быть недвижимость, когда еще ведутся переговоры о его выселении. Четвертый вариант покупки недвижимости дешево, это когда вы покупаете недвижимость у престарелого человека, у него есть право оставаться в этой недвижимости, доживать, так скажем, свой век. Был уже случай в Испании, когда человек купил у старенькой бабушки недвижимость, в итоге эта старенькая бабушка оказалась долгожителем, и в итоге она пережила и его, и его детей. А квартира в итоге досталась только внукам. Поэтому этот вариант тоже такой есть, но насколько он вам подходит, вопрос. Следующий вариант, это уже связан он с ипотекой, это когда вы ищете людей, которые не справляются по тем или иным причинам с ипотекой, предлагаете вы им погасить их ипотеку в обмен на их собственность. Этот вариант выгоден и для вас, и для человека, который не может справиться с ипотекой. Почему? Потому что вы покупаете недвижимость действительно ниже рынка, а человек, который продает эту недвижимость, у него есть шанс продать ее гораздо выше, нежели когда банк заберет эту недвижимость за долги. Потому что он ее забирает, продает за бесценок, и в итоге человек остается и без квартиры, и с кучей долгов. И последний вариант, шестой вариант, это покупка недвижимости в малонаселенных регионах, то есть в деревнях, где-то подальше от города. Если хорошо поискать, и поискать не рядом с городом, не рядом с большими знаменитыми местами, а где-нибудь в деревушке, в испанской деревушке, то вы легко можете найти достаточно хорошую недвижимость, еще и дом, либо квартиру. Если это дом, то это может быть даже дом с участком за 20-25 тысяч евро, причем в состоянии приезжай, заходи и живи. Всего-то нужно подальше отойти от раскрученных мест. Если вам не принципиально жить где-нибудь в городе, то рассмотрите обязательно этот вариант, он очень интересный, и там действительно можно найти очень много вкусных вариантов для покупки.